Друзья, всем привет! В прошлый раз мы говорили про машин-то-машин-коммуникейшн Я сейчас даже покажу вам некоторую картинку Вот, вот эта картинка И мы говорили, что это самый простой способ Но и, собственно говоря, при разработке микросервисной архитектуры Он может использоваться как общение микросервисов между собой То есть сервис-то-сервис коммуникейшн Собственно говоря, как я его и называл Ну и сегодня мы будем делать интерактив клиент коммуникейшн То есть мы сегодня будем создавать обыкновенный MVC клиент Который, собственно говоря, будет уже использовать непосредственно Авторизейшн код флоу Нет, не так, давайте я сделаю вот так Мы будем его использовать И, собственно говоря, ключевой момент вот в чем Смотрите, здесь существует как бы два таких Два небольших разделения То есть ченнел так называемых То есть сначала фронт ченнел Когда пользователь идет на страницу логина Смотрит там консенс страницу Там какие-то разрешения доступны И после этого так называемый Ой, бэкэнд ченнел Где уже непосредственно все коммуникации пользователя В том числе аутентификации, авторизации Польза через этот авторизейшн код Ну и дальше, чтобы на самом деле определиться, что это такое Вот у нас есть OpenID конфигурация OpenID документация, в которой, собственно говоря, описаны Мы с вами будем использовать вот этот вот код флоу Ну и, соответственно, есть еще другие варианты Вот чуть-чуть ниже в таблице Да, вот в этой вот Давайте я вот так вот покажу Вот в этой вот таблице Смотрите, мы будем использовать авторизейшн код флоу И для этого нам нужно указать в параметре response type Вот в этом вот параметре нужно указать код Существует еще implicit флоу И здесь уже есть идентификатор ID токен, ID токен и access токен И, в общем-то, это более редкое такое использование Ну, на самом деле, тоже имеет место быть Есть еще даже другие так называемые моменты использования Когда вот гибрид флоу, так называемый Когда используется, опять же, green В смысле, извиняюсь, код и identity Ну, то есть, по большому счету Вот эти вот гибридные флоу Это, на самом деле, всего лишь нафиг Всего лишь навсего Варианты код плюс ID токен Код плюс токен и ID токен Ну, в общем-то, вот вы вот это вот все видите И для того, чтобы нам, собственно говоря, начать Давайте для начала создадим проект Я пока не буду эту страничку закрывать Потому что я там чувствую, что мы столкнемся С разными с разностями Которые нам могут, собственно говоря, пригодиться Прочитать описание Ну и давайте начнем Справедливости ради надо сказать Что предыдущие два приложения Которые мы создавали Orders API и User API Они, как бы, не полноценные API Потому что мы, во-первых, использовали Контроллеры с вьюшками здесь и там Но, реально, только в контроллерах были делать движения Поэтому, в общем-то, это тоже MVC Но, собственно говоря, теперь мы будем делать полноценные MVC Которые и будем использовать Как вы помните, я создал в прошлом видео небольшой шаблон И из него я также буду создавать и текущий проект Давайте его назову Client Пусть будет MVC Сейчас Visual Studio установит в зависимости И мы будем понимать, что у нас есть Identity Server, есть какие-то два API И есть Client MVC Который, то есть, грубо говоря, мы строим Некоторую такую микросервисную архитектуру Куда вокруг Identity Server Ну и, как вы понимаете, у меня здесь уже есть вьюшки Давайте этот Client MVC сделаю активным То есть, по умолчанию MVC И запустим его Вот так, я думаю, будет все видно И что у нас, собственно говоря, есть? Ну, грубо говоря, ничего практически-то и нет Я пока это все закрою И давайте сделаем некоторые настройки Для того, чтобы наш MVC проект мог обратиться к Identity Server И авторизоваться на нем И для начала нам нужно сделать следующее Смотрите, в предыдущем примере мы делали Клиент, который работает по Client Credential Нам для того, чтобы сделать возможную авторизацию А, кстати, я не буду снова создавать новый проект Просто мы сейчас эту структуру с Identity Server будем наращивать Ну и, в общем, первое, что мне нужно сделать Это создать нового клиента Который я сделаю все так Ну, пусть будет MVC И Secret, соответственно, пусть тоже будет MVC А здесь я уже должен указать код Для того, чтобы определить, какие скопы может ходить этот клиент Давайте сделаем следующим образом Пусть он ходит еще и в MVC Ну, пусть так и называется MVC Или, вернее, давайте Client MVC То есть у нас, получается, вот этот проект клиента MVC Он тоже является своего рода скопом В отличие от тех остальных, которые там уже были Вреди не в отличие, а им, собственно говоря, ничем не отличается Ну и раз у нас есть клиент Мы должны теперь это настроить в самом клиенте Первое, что я должен сделать Это подключить авторизацию Ну, вернее, аутентификацию И я буду использовать куки Чтобы можно было сохранить данные из токена Которые мы получим И буду использовать Да, используется OpenIDConnect Ну, так как у нас этот Nugget пакет не установлен Я думаю, что его нужно установить Manage Nugget Packages Давайте вот так сделаем Вот Мы будем использовать ASP.NET Corel Authentication OpenID Connect Ой, OpenID Connect Я его установлю Теперь у нас эта штука перестала подсвечиваться Ну и почему 2? Смотрите, то, что я схожу на OpenID Ну, как его назвать-то по-другому Давайте предположим, что Ну, пусть он называется OS 2.0 То есть это сторонний, да? Сторонний аутентификатор Я пойду туда, подтвержу свою, как бы Личность, да? Аутентифицирую себя А потом мне нужно это где-то сохранить Ну, естественно, это можно сохранить В куках, как это обычно делается Именно этим я буду заниматься Но теперь, смотрите Так как мы используем 2 типа авторизации 2 типа аутентификации Нужно сделать здесь вот такую штуку Которая называется Конфигурация, да? Ну, пусть она так называется Есть Default схемы авторизации Пусть она называется куки Ну, или есть еще другой вариант Когда вы, например, не знаете, как это называется Можно использовать вот такое Куки Авторизации Defaults Авторизации Авторизации схемы То есть, если я нажму в 12 Вы видите, что здесь написаны Те же самые куки Но, в общем, пусть будет так Так как мы будем авторизовываться На другом сервере Надо добавить обязательный параметр Который называется Challenge Schema И мы ее будем использовать Ну, вообще у нас будет OpenID Давайте OpenID Connect Вот И, соответственно, сюда нам нужно тоже указать Этот самый куки Authentication Default схема А здесь мы также напишем OpenID Connect И напишем конфигурацию Для того, чтобы изменить Некоторые параметры Ну, и, в общем, смотрите Нам здесь нужно так же, как и мы в предыдущий раз Ну, в частности, вот для Bearer, например Да Мы указывали некоторое количество параметров Которые Они все-таки обязательны Например, ID Например, Client Secrets И здесь мы проделаем то же самое Конфиг Client ID Как вы помните, я его написал Client Подчеркивание ID MVC Нет, MVC Также я использовал Конфиг 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 Client Обязательно нужно тоже приписать Client Подчеркивание Secret Подчеркивание MVC И, опять, на что такое И также мне нужно указать Что у меня вот это вот Данные, которые получатся Ну, токен в частности Которые я получу С сервера авторизации Да что-то такое Мне нужно будет его сохранить Я здесь не поставил равно Давайте я его поставлю Ну, и, в общем-то, самое главное Что мне здесь еще нужно указать Это, как вы понимаете То, куда я пойду Чтобы авторизоваться Я, в принципе, могу это взять Вот отсюда Вот, потому что А, ну, адрес я вспомнил Вот он, как называется Ctrl-V То есть, это наш сервис Identity Service Дальше Самое главное Что мне нужно указать То, о чем было сказано в начале Это нужно Response Type У меня он будет равен код Итак, здесь пока все Теперь давайте вернемся К нашим контроллерам У нас есть контроллер Сайт И в нем надо создать Еще один метод Который будет у нас Секретный Пусть он возвращает View И давайте его защитим Доступом Autorize Защитим атрибутом Autorize И, как обычно Я создаю роуты Этот роут у нас будет На базе договоренности MVC Имеет название Controller Это будет Соответствие С его именем Action То есть, будет подставляться Индекс И здесь Тоже будет Секрет Ну, и теперь нужно Во вьюшках На сайте Да, вот так вот Я тогда вот так Сделаю Control-C Control-V Прошу прощения За копипаст И здесь напишу Секрет И, соответственно В самом Самом приложении Напишу Секрет Ну, и В общем Если я сейчас Это все запущу Давайте посмотрим Что у нас В итоге получится У нас тут Какая-то ошибочка Есть Давайте посмотрим На чем она Нету А, все Ошибка Ушла Ну, и раз уж Я остановил Эту штуку Которая называется Сайт Давайте я здесь Добавлю еще одну ссылку Чтобы мне было Проще ходить И Нужно было Каждый раз Набирать Секрет URL Давайте нажмем F5 Нет, нужно все-таки Запустить Ну, давайте запустим Значит Отлично У нас есть две Я нажимаю Мне получается Ошибочка Она должна выскочить Вероятно Всего Ошибка Возникла Из-за того Что я запустил Только один Проект MBC Давайте Поставим В настройках Солюшен Можно запускать Несколько Проектов Возможно Был просто Refused На сервис Авторизации Start Ну, давайте Еще пока Поставим Еще API Users И где-то У нас тут Ордер Есть Давайте все Запустим Тем не менее Нам это Все равно Придется Сделать И Запустим Еще раз Так Это Это Не тот Проект 9001 У нас MBC Возможно У нас Два Проекта С Одинаковым Поинтами Ну, в смысле Портами Я имею ввиду Так Прошу прощения Я запамятовал Давайте Я Исправлю MBC Property Launch Settings Давайте Поставим 2000 Пусть будет 2000 И Снова Стартанем Эту штуку Ну, как Горется И про старуху Бывает Порнуха Вернее Проруха Поэтому Давайте Не будем Жестко Это критиковать Так Вот Они Проекты Запустились Вот Он 2001 И Вот Я нажимаю Секрет Ну, и Как вы видите Ну, тут Наверное Нужно Немножечко По-другому Показать Давайте Я еще раз Назад Нажму Нажму Network Здесь Поставлю Нет, надо Все-таки Сохранять Network Preserve Log Давайте Поставим Так будет Понятнее Я сейчас Его очищу Смотрите Что я хочу Показать Когда я Нажимаю Переход на Страницу Которая у меня Защищена Паролем Смотрите Происходит Redirect Смотрите Какой адрес 1000 1001 Это наш Identity Сервер И Она мне Показывает Ошибку Что HTTP Host 1001 Error И Теперь Можно Открыть Как раз Тот самый Identity Сервер Сейчас Я его Найду Вот И Здесь Как раз Будет Вот Эта Ошибка Описана И В общем-то Здесь Все Как Известно На Наш Лад Будет Понятно В частности Давайте На последнюю Ошибку Замотаем Вот И Здесь Будем Читать Request Failed Так Вот Смотрите Client MBC Новый Redirect Uray Configured То есть Это Говорит О том Что У нас В Настройках Давайте Остановим Проект Теперь Как бы Нам Все Понятно Секрет 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 И Стартап Нам Нужно Законфигурировать Return Redirect Uray Нужно То есть Помимо Того Что Параметры Позабивали Какое-то Количество Самых Важных Самых Необходимых Еще Как оказалось Не все Ну И В общем-то Если Вернуться К Документации Давайте Вернемся На самый Верх Найдем Out Code Flow Steps Здесь У нас Написано Что У нас Должен Быть Указан Сейчас Найдем Return Uray Сейчас Найдем Так Вот Escope Required Response Есть Client ID Мы Передаем Redirect Uray Не Передаем И Он Required Ну Собственно Говоря Именно Про Это Наша Система Ну Вернее Identity Сервер Нам И Сказал Итак Давайте Тогда Перейдем Настройки Нашего Клиента Это У нас Будет Identity Сервер Identity Сервер Вот Он И Здесь Укажем Что Нам Нужно Делать Redirect Uray Else Их Должна Пачка Давайте Ну В общем Здесь Тоже Все Просто Нужно Указать HTTP Мне Здесь Нужно Указать HTTPS У нас MBC Клиент Должен Быть Давайте Атап Нажмем И Мы Посмотрим Здесь У нас Написано Адрес Я Какой Поставил Не Помню Какой 2001 Значит У нас Здесь Должен Быть HTTP LOCAL HOST 2001 И Здесь Нужно Добавить Sign In Как мы Делали Раньше O ADC Open ID Клиент Давайте Теперь Запустим Еще Раз Все Вместе Отлично Identity Сервер Вот Они Клиенты Вот Наш MBC Нажимаем Секрет Опять В общем Опять Получаем Ошибку Но Это Теперь Уже Немножечко Другая Ошибка Сейчас Я Переключусь На Identity Сервер Если Конечно Найду Да Найду И В общем Здесь Мы читаем Что У нас Invalid Scope Profile И Тут Я Вынужден Остановиться И Рассказать Немножечко Поподробнее Смотрите Есть Такое Понятие Как Scope Давайте Кстати Найдем Его Вот И Здесь На самом деле Описано Что Когда Вы Запрашиваете Xclime Вы Используете Scope И этот Scope Как раз Тот Профайл Который У нас Запрошен Вообще Он написан Как Optional Но Microsoft Почему Сделала Обязательным В своей Сборке Поэтому Мы Обязаны Его Указать Надо В конфигурации Ispnet Is2 У нас Конфигурация Identity Сервера Мы уже Указали Некоторое Количество Настроек И в том числе Вот Так Это Клиенты Вот У нас Вот 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 У нас Есть уже Настройка Identity Ресурс Помните Я про нее Говорил Что Она Распространяется Когда Вы Запрашиваете Аутентификацию На основании Скопа Так вот Есть скопом Закрыты Допустим Области Какого-нибудь Сервера Например API Сервис Какой-то Или MVC Клиента Или Какого-то Еще Другого Сервиса И есть Скоп Так называемый Identity Ресурсов Когда Собственно Говорят То что Перечисляется На странице Спецификации То есть Есть профиль E-mail Адрес И как Вы видите В профиль Включено Некоторое Количество Уже Готовых Существующих Предопределенных Клаймов И в общем Раз от нас требуют Профайл Скоп Давайте его добавим Это на самом деле Тоже не сложно Сделать Мы сделаем Такую штуку Нажмем здесь Запятую А здесь Напишем Профайл Так Профайл И Теперь Если Заново Все Запустить Давайте Закроем Старое Окошечко Это Наш Старый И Заново Запустим Секрет Давайте Теперь Проверим Что у нас Написано На этот Раз Теперь Нам Требуется OpenID Давайте Посмотрим Что у нас Тут Есть Так Я уже Был в конфигурации Это Горит о том Что у нас Клиент Пытается Достучаться Ой Я здесь Хотел Написать Не клиент МВС То есть Клиент МВС Не нужен Доступ На клиент МВС Я думал Что здесь Написано User API Я же так Его назвал Чтобы Клиент МВС Мог достучаться До И того И другого Но у нас Только один Ходил Order API Клиент То есть Клиент Эдиктор Получал Йузеры И получали Атентификацию По Client Credential Для доступа Кордеру Здесь Конечно Мы второе Не могли Завести Но в принципе Если Потребуется То достаточно Завести Еще один Скоуп В котором Написать Уже Информацию Про User API И добавить Его В скоп И тогда Можно Будет Вот Этому Приложению Ходить К этому А этому К этому Но я Пока Вот этот Уберу И мы Вернемся К нашему Open ID Возможно Чуть Я сумбурно Договорил Но Если Вдруг Непонятно Лучше Спросите Итак Мне Для того Чтобы Получить Я Даже Сейчас Попробую Нет Давайте Так Open ID То есть Теоретически Я могу Написать Вот так Вот Open ID И Сейчас У меня Система Давайте Запущу И проверю Что это Действительно Работает Так Надо Убрать Чтобы Запускался Тот Старый Проект Так Секрет Нажимаю Получаю Exception Ну Ошибку Само собой Вот Identity Сервер И теперь Как видите Здесь Профайл То есть Клиент Получил Все Что Нужно То есть Но Единственное Что у него Requested Scope Open ID И Профайл В данный момент Open ID Я прописал А профайл Нет Давайте Сейчас Это Сделаем Но Перед Этим Я Сделал Таким Образом Чтобы У меня Вот Этот Вот API Который Как бы MVC Не Стартовал Вместе С моим Проектом Сейчас Я найду Кнопку Главную Вот Я скажу Чтобы Он Не Стартовал Чтоб Не Мешался Вот И Во-первых Вернемся Сюда То есть Scope Open ID Прописал Здесь Я могу Также Прописать И Профайл Какой И Профайл Как вы Понимаете Но Я Сделал Немножко По-другому Есть Identity В Identity Сервере Вернее Есть Identity Resources Да Что Такое Identity Service Open ID И Конечно Нужно Это Стереть Здесь Поставить Запятую И Identity Resources Versus Profile Ну И Нужно Здесь Наверное Наверное Все-таки Сделать Как и там New Нет Что-то Не то Один момент Это были Константы Identity Server Ре Констант Вот она Стандарт Скоп Да Стандарт Скоп И Это Не функция Это Просто Вот так Вот Должна Быть Identity Сервер Констант Стандарт Нет Стандарт Скоп Профайл Профайл Вот Теперь Все правильно Ну Если я нажму В 12 Вы видите Что написано Как раз OpenID На профайл Написано Профайл Ну Вот Чтоб не промахнуться Рекомендую Использовать Такой подход И Теперь Давайте Запустим Всю эту штуку И посмотрим Что на этот раз Нам скажет Эта система Нажимаем Секрет И У нас Появилась Ошибка Но Это уже Не просто Ошибка Это уже Нам должна быть Знакомая Аккаунт Логин Ретурн Та-та-та То есть Другими словами У нас Identity Сервер Полностью Настроен Сейчас Я найду Identity Сервер Логин Ну И Как вы Видите Ни одной Ошибки Нету То есть В общем Есть некоторая Информация Что пользователь Не аутентифицирован Но это нормально Потому что У нас Есть Редирект И мы Уже Знаем Где Это Починить Хотя Конечно Мы Это Наверное Не будем Делать Сейчас А сделаем Это Потом Потому Что Как вы Видите Редирект Идет На 1000 На 10000 Первый Адрес Где Собственно Находится Наш Identity Сервер В общем Мы добились Того Результата Как это Реализовано Допустим Для Facebook Когда Вы Идете Логиниться То есть Вводите Логин И пароль Уже Непосредственно В форме Facebook Там Вас Проверяют И возвращается Обратно Информация С вашим Токеном То есть Поэтому Называется Flow Что это Такое Течение То есть Последовательные Реквесты Средиректами Если хотите Друг на дружку И т.д. И т.п. В Identity Сервер Естественно Так Давайте Я это Закрою В Identity Сервер У нас Естественно Ничего Подобного Нету Контроллера Нам Придется Создать Ну Я думаю Что это Мы сделаем В следующий Раз И На этом Наверное Давайте Завершать Потому что В противном Случае Серия Получится Очень длинная Я вас Жду В следующем Видео Спасибо Большое Что Смотрите Личностям Огромное Спасибо И большой Привет